Ансамбль «Казачья застава» рассказывает на сцене целую историю в качестве способов повествования, как обычно, песни и танцы. Назвали эту программу «Стоит тот город на холме, на реках Пензи и Суре». Она рассказывает о том самом вольном народе, который основал здесь первую крепость, его жизни и бытия. Кстати, зрители, которые заполнили зал, давно ждали выступления коллектива. Ждем что-то весеннее, красивое, динамичное, чтобы поднять в себе настроение. Я считаю, что будет прекрасный концерт. Пока не знаю. Я ничего ни разу не видел. А, то есть вообще ни разу не видел? Но хочу. Очень желаю. Почему так? Как? Мне нравятся вообще-то казачьи песни. И сам, вообще, сам музыкант, сам пою. Мы уже неоднократно на этот концерт приходили. Нам очень нравится этот ансамбль «Казачья застава». Мы в восторге. Действительно, наш русский народный фольклор. Спасибо. Восторг, восторг. Восторг, восторг. Мы в восторге. Поэтому с удовольствием идем. Ожидаем, конечно, самые лучшие впечатления. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Дополнительной важности концерту придавало то, что посвятили его памяти бывшего художественного руководителя коллектива Андрея Суганяка, который ушел из жизни год назад. Всего в программу включили 18 номеров. Причем половины из них раньше не было в репертуаре ансамбля. Радостно, что у нас сейчас уже стопроцентная наполняемость зала. У нас сегодня аншлаг, все билеты проданы. И мы очень рады, что зритель полным залом увидит нашу программу. В рамках фестиваля это была программа. Мы ее немножко дополнили. И сегодня по большой просьбе наших зрителей мы ее еще раз повторяем. Как говорят сами артисты, желающих попасть на концерт оказалось больше, чем мест в зале. Поэтому есть вероятность, что коллектив немного изменит программу и выступит с ней еще раз. Редактор субтитров А.Семкин